итак давайте начнем еще раз меня зовут илья я работаю компании линейт и являюсь там пусто к разработчикам и давать немножко о себе что был такой у нас матч между вами и мной такая некоторая будет искра и так еще раз я работе компании линейт работаю уже больше года пишу свой запрограммирование как диплом в своем родном университете у мгу имя достоевского на факультете матфак пытаюсь постичь ирланд когда у меня есть на это время люблю мопсиков мопсики само собой должны быть любой презентации и мечтаю выступить свое месте свое место кто не знает потому что не из омска это очень такой крутой назовем его бар-клуб где играют драйвовы чуваки различные идеи и хаос и знаете я очень сильно не люблю магию потому что магия как мне кажется это как бы и круто потому что она дико экономит ваш ресурс ваши деньги ваше время но при этом когда приходят вопросы от заказчика от вашего тимлида от вашего архитектора от кого-то еще и он спрашивает а можно ли обновить можно ли привести интеграцию можно ли добавить какую-нибудь новую штуку и ты такой были меня просто шел по гайду по документации делал копипасты у меня все работало отстань от меня пожалуйста я считаю что это нехорошо так не должно быть и как человек который пришел из мира джавы в мир на джесс я понял что блин серьезно меня был дикий блин и какой-то момент я стал ходить на различные кофе-брейки от своей компании ходить на обеды и задавать самые ну как мне кажется основные вопросы которые есть когда ты переходишь на джесс это одни из тех вопросов которые я задавал и было бы круто было бы не было бы этой презентации не было бы наверное моего выступления на дефесте если бы мне ответили на эти вопросы все однозначно потому что каждый раз когда я задавал вопрос мне говорили отчало одно на второй день другой чувак тоже комсиньор говорил мне другое и камон и я решил привести опрос вопросе компании не можешь немножко решил это как-то формализовать сделал google форму в общем как показала практика ли запрашиваемых ребят теорию мои коллеги знают не так круто как практику и только 25 процентов ответили верно на все мои вопросы то есть эти самые золотые умницы и упс это ребята которые сделали хотя бы одну ошибку блин на самом деле грустно и я понял что нужно мотивировать нужно как-то самому разобраться в этом контенте и после этого донести своим коллегам после этого я сделал когда сам разобрался сделал статью и доклад внутри своей компании ну и после перешел пришел сюда и давайте начнем начнем с базы база то что есть наверное почти в любом бэкэнде это вот примерно такая строчка кода то есть она может быть написано на другом языке она может быть написано в другом стиле да блин это даже может быть не какой-нибудь вход запрос на базу данных какой-нибудь запрос на сервис на какую-нибудь другую вообще лишнюю интеграцию возможно просто чтение из файла но суть одна мы заставляем ждать мы должны подождать наш бедный респонс что потом с ним поработать поработать всего с производными но в этом самое главное вида потому что у нас не весь код работает с данным респонсом отчасти у нас есть код которому просто по барабану на ваш респонс он просто могу жить самостоятельно без ничего а еще у нас есть контент вообще да это может быть отдельный point которые просто вот какие-нибудь статичные константные вещи ему вообще никаких не нужно запросов ничего не нужно ждать и представьте себе такую немножко упоротной ситуации что у вас ваш маленький проектик работает в одном потоке и просто по факту если один вася пупкин пойдет делает запрос другой вася пупкин не сможет получить свой константный какой-то ответ он будет ждать пока 1 вася пупкин получит ответ от своего бд и эту проблему уже давно решили решили различные умные дяди несколько десятилетий назад они придумали модель один поток на одно соединение представьте себе что у вас есть сервер этот сервер получает соединение после этого каждому соединению он дает некий поток и вы каждый поток они самостоятельны они не должны аффектить друг друга и здесь уже каждое соединение делает то что они хотят все счастливы никто и друга не аффектит круто но какие у нас бывают проблемы во первых потому что каждый поток это все-таки что-то отчасти материальное он тратит ресурс вашего компьютера по памяти и процессора и прочее также у нас есть причине контекста причине контекста наверное более страшная вещь чем просто кушать память потому что если у вас много потоков ваш процессор приключается между этими потоками в этот момент он просто может сойти с ума то есть вы можете без проблем на маленькую программу на сишки которая вас будет генерить потоки в какой-то момент ваше windows приложение просто погубит вашу операционку вам если ее решить и также у нас есть если вы посмотрите внимательно на каждый поток у нас есть полосочки желтые и бежевые желтые это хорошие полосочки они здесь у нас что-то делают то есть какие-то вычисления происходят какая-то бизнес-логика происходит то есть то что мы любим бежевые это простое здесь мы ждем то есть этот ответ базы данных и либо мы уже отправили что на фронт а фронт наш уже там либо что отдаст нам какой-то новый ответ либо не отдаст в общем возможно даже мы не вернемся к этому фронту и хочется на самом деле минимизировать бежевый цвет прям хочется и как это можно сделать одним из вариантов как это можно решить это решить проблему блокировки инпута опыта и если я был бы студентом первого курса а я им был то я сделал бы самый простой вариант безумно простой вариант и безумные на самом деле просто по своему решению цикла ожидания цикл ожидания что это такое у нас есть просто какой-то бесконечный цикл он пока бесконечно понятно и он Он просто опрашивает те ресурсы, которые мы сейчас ждем. Само собой, разумеется, мы отчасти всегда будем ждать. И только в какой-то момент мы уже будем разловить наши ресурсы, когда они уже у нас приготовятся. Получается, что отчасти наш процессор работает в холостую. Он просто греет воздух и в какой-то момент немножечко поработает на пользу нам. Это решение можно сравнить на самом деле с бизнес-областью, как отельная индустрия. Представьте себе, что у вас есть безумный консьерж, и он работает в отеле. И вместо того, чтобы работать нормально, он бегает по каждому номеру в этом отеле и спрашивает постояльца, что же вам принести, как я могу вам помочь. Понятно, что в основном будут получить отказ, 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 отказ. И так он будет бегать с первого по последний этаж. Окей, если у вас какой-нибудь маленький отель, то можно понять его. Но если у вас, не знаю, отель какой-нибудь, не знаю, Хилтон или Форт Сизанс, то вы просто убьете своего бедного консьержа, потому что всю смену он будет туда-сюда бегать. И также с нашим процессором нужно немножечко о нем подумать и немножечко его облегчить. И нужно сделать лучше. И сделать лучше на самом деле можно. И вариант, который я предлагаю, ну как бы предлагаю не я, его предложили такие крутые инженеры, это сделать синхронный демультиплексор событий. Такое сложное слово, для меня прям вообще ужас. Либо еще называют интерес уведомлений. Что же это такое? У нас есть демультиплексор. Это такая некоторая структура, в которую мы запихиваем те ресурсы, которые мы будем ждать. И мы их запихиваем с остатницем, который мы будем с ними потом делать. В основном нас интересует, конечно, чтение, поэтому мы закинем с остатницем чтения. После этого демультиплексор уйдет в себя, где-то там на задворках, с операционной системой, в нехороших отношениях. Он сделает то, что нам нужно, подготовит необходимые нам какой-то скоп работы, какие-то уже готовые ресурсы, выкинет их нам. И мы, если мы говорим про этот код, просто пройдемся по циклу и выполним все необходимые нам действия. Что-то мы выполним и забудем, что-то мы выполним, сделаем какую-то новую операцию, закинем обратно ее. Демультиплексор, и он потом ее в будущем опять ее приготовит. Вы уже можете тут потихонечку замечать этот цикл 4H. На самом деле это наш любимый цикл событий. И тут тоже можно привести аналогию с бизнесом, с бизнес-отелями. У нас также есть консьерж, у нас есть отель, но еще у нас появляется третий герой. Это работник, менеджер, менеджер отеля, который уже коммуницирует с нашими клиентами, коммуницирует уже с теми источниками, где он может решить боль клиента. Уже просто как-то резолвит, готовит все необходимые ответы и уже говорит нашему консьержу, пожалуйста, вот иди в эти номера и вот там ты сделай то-то, то-то, то-то. И уже наш консьерж не бегает по всем этим безумным номерам. Он уже идет только по нужным ему номерам. И тут мы уже все счастливы и счастливы, конечно, сам консьерж. На основе этой идеи реализуется паттерн-реактор. Паттерн-реактор это паттерн, который у нас вшит в кишки Node.js. Что же такое паттерн-реактор? У нас есть Node.js приложение. В какой-то момент наше приложение генерирует асинхронную операцию. Эта асинхронная операция у нас идет в демультипекция событий. И здесь наш демультипекция событий возвращает управление приложению и говорит, «Все, не беспокойся, я сам все сделаю, а потом тебе скажу. А ты пока выполняй другие задачи, делай новые срекционные операции. В общем, как-то обслуживай клиента». В какой-то момент, да, наш демультипекция событий сделает необходимые задачи, соберет их в определенный сет, назовем это так, и выкинет в очередь событий. Почему тут прикловерзка? Ну, не страшно, я же не фронтендер. Вот, и в какой-то момент цикл событий заработает, и начнет каждое это событие цеплять, и начнет его, понятно, резолвить в приложении, само собой, потому что обработчик – это часть нашего приложения. И тут два варианта. Первый вариант у нас, что отлично, он выполнит наш наш код, вернется обратно в очередь событий, возьмет новое событие и так повторит. Но бывают такие у нас обработчики, которые внутри себя генерят другую синхронную операцию. Ну, это вполне разумеется, я думаю, у вас такое было. Здесь понятно, что он обратно пойдет в наш демультипекция событий, тот кейс, скажите, все без проблем, вернется обратно, вернемся обратно в наш обработчик, заразовываем до конца наши необходимые там части кода, которые у нас остались, и уйдем обратно в очередь событий. И так будем повторять, пока наша очередь событий полностью у нас не опустеет. И тут, конечно, возникает такой вариант, что да, у нас очередь событий пустует, но у нас еще есть какие-то задачи, которые в будущем у нас приготовятся, поэтому цикл событий у нас уходит в сон, назовем это так. Если у нас и там, и там нету задач, то наше Node.js приложение просто прекратит работу. Из-за этого возникает очень такая хорошая мысль дня, что если у нас пустеет и та, и та структура, то наш Node.js заканчивает свою работу. И возникает вопрос, хорошо, а где находится этот паттерн-реактор? Паттерн-реактор у нас находится в адаптере Любью Ви. Это такая крутая компонента, которая у нас находится в прослойочке между нашим кодом и операционной системой. Как я говорил раньше, у нас очень идет тесный контакт с операционной системой, потому что мы работаем с сетью, мы работаем с файлами, мы работаем с другими приложениями. И было бы очень грустно на самом деле, если была бы такая бы вселенная, где не было бы Любью Ви. Почему? Потому что Node.js приложение запускается не только на Linux, условно говоря, оно запускается и на Mac, и на Windows, и на FreeBSD, в общем, где только возможно. И каждая операционная система имеет свои специфические реализации тех вещей, о которых я говорил выше. И было бы дико больно, если бы разработчикам приходилось писать и обрабатывать такие кейсы. Это одно из тех вещей, которые решает Любью Ви. Также, да, он себе хранит паттерн-реактор, хранит себе event loop, хранит себе threadpool, и все остальные вещи, связанные с асинхронщиной и работой с ними. Если вы внимательный зритель, а я надеюсь, что вы внимательный зритель, то вы можете заметить то, что компонента V8 находится отдельно. Она отдельная компонента, которая никак не пересекается с Любью Ви. И тут возникает очень главная мысль, кстати, мой первый вопрос, который я еще задавал людям, что цикл событий в Node.js и цикл событий в браузере – это не одно и то же, потому что они реализованы в разных вещах. В браузере нет Любью Ви, там используется другая технология. У нас V8 никак не имеет никакого event loop. Здесь нужно это иметь в виду, потому что они работают немножечко по-разному. И если мы теперь подытожим, поговорили мы с вами про модель 1.1 соединения, поговорили с вами о Pattern Reactor, то я вас подготовил к тому, как из себя представляет модель Node.js. Node.js представляет себе вот такую модель. По классике это вот такая вот модель. У нас также есть сервер, у нас также есть соединение, но теперь у нас один поток. Это главный поток, в котором мы будем делать все наши задачи. И тут уже по визуалу, если мы решаем какую-то задачку, связанную с геометрией, можно прикинуть решение. Решение оптимизации, допустим. Это оптимизационное решение. И оно будет такое, что выполнение задач распределено по времени, а не по потокам. То есть это нужно учитывать, если вы строите архитектуру вашего Node.js приложения, чтобы у вас просто перформанс не упал в ноль и лояльность к клиенту просто испарилась. Также с этой мыслью вам поможет event loop. Это, скажем так, отдельная подсекция данного доклада. Что же такое event loop в рамках документации Node.js.org? Это нечто, что позволяет Node.js выполнять неблокирующие операции вывода-вывода, потом выгрузки операций в ядро системы. Да, это возможно. Немножечко сложно, но это же типичная документация любого какой-то технологии. Она никогда пишется не для людей. Нужны примеры. Примеры – это то, что позволяет в целом понять, как работает технология или библиотека. Но я предлагаю вам не просто по-другому поиграть в примеры, а поиграть с вами игру в угадайка. Такая старая добрая JavaScript забава, когда я вам показываю код, а вы мне говорите, что же выявится на экран. И вы такие, да, это же элементарно. Если такие будут вопросы дальше, то я точно получу свою футболку. Да, я с вами согласен. Все это просто. Но сейчас я вам предлагаю перейти по ссылке на Google форуму, кому это интересно. И после этого слайда я вам покажу код. Этот код, он будет чуть сложнее, чем код, который был выше. Чуть сложнее, чем он был выше, да. И если вы, у вас будет примерно 2-3 минуты, вы сможете перейти в Google форуму, ввести необходимые там поля. То есть там нужно ввести главное ваше имя, фамилию, чтобы я вас определил как победителя. И после этого будет форма, связанная с ответом. Вам нужно будет просто идти по коду, как будто вы Node.js, и выводить то, что вы видите на экран. Но я вас прошу, пожалуйста, не выводите то, что выводит в конце лог. У каждой строчки, где есть в конце лог, там будет комментарий. В комментарии там будет буква А, Б или С. И пишите лучше буквы, а не сами строчки кода, потому что строчки кода будут длиннее. Всем понятно? То есть все поняли, да, чтобы мы потом с вами не тратили время на то, чтобы объяснять правила игры. Итак, я думаю, все готовы, все поняли. Тогда начнем. Вот код. Представьте себе, что мы вот сейчас где-то ввели, Node.index.js в нашей консоли, и у нас он прогнал. Что же он выведет? Пожалуйста, пишите не старт и не тайм-аут АА или ББ. Юль, ты засекаешь? Да. Ты засекаешь время? Да. Круто. А сколько времени? Две минуты. Кто-то отправил ответ, но мы только по своему имену не согласны. Спасибо. На QR-код сейчас? Нужно вернуть, а, нет, видимо, нет. Да, конечно, а вам могу дать листочек, если нет? За экологию, да? Да. 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 Круто. Надеюсь, у нас есть потенциальные победители. Вы не расстраивайтесь, это же просто задачка собеса. Никто на самом деле под акшн такой код не будет писать. Само собой. Единственный вопрос, мне стало интересно. Можете поднять руку те люди, которые раньше были бэкендерами, писали на джаве, на дотнете, а потом перешли во фронт? Да. Так вот. Вот. Ясно, Костя. Вот. Вам интересно было. Вот. Я просто пытаюсь наоборот перейти. Я думаю, вот есть ли обратный путь? Надеюсь, есть. Окей. Давайте вернемся к своей презентации. Итак, у нас есть код, у нас есть потенциальные победители, но мы их огласим чуть попозже, мы их огласим в конце презентации. И давайте сейчас сами с вами вместе разберем, как этот код должен был отработать. Ну, чтобы понять, как он работает, нужно понять, как в себе ведет в целом event loop в Node.js. Event loop в целом можно представить в виде такой блок схемы. Когда до event loop доходит дело, event loop проверяется, будет ли у вас сегодня работать или нет. У нас есть проверки, что есть ли у нас задача в очереди его событий, либо что, окей, сейчас их нету, а потом будет в будущем они появятся. В общем, давайте представим, что да, у нас работа есть, и он у нас идет в да. И у нас все будущие фазы, в которых наш event loop будет проходить, то есть все-таки он не просто тупо идет по структуре очередь событий и вытаскивает события, он все-таки делает довольно хитроумно. У нас все наши фазы можно разделить на две большие группы. Итак, у нас есть макро-таски, вот эти вот столбик, и у нас есть микро-таски, это вот такой маленький столбик. Ну, это же микро. Вот. Какие у нас есть макро-таски? У нас есть таймеры, если у нас выполняются различные у нас callback, связанные с timeout, set-интервалами. У нас есть panic callback, в основном выполняется работа к ошибок, у нас там TCP, UDP. У нас есть две фазы, которые часто объединяют в одну фазу ADD и prepare, потому что в этих фазах мы ничего не можем делать. Это системные фазы, но GS сам в них добавляет какие-то задачи, и сам в них потом что-то там решает. У нас есть задача poll, это вот самая классная фаза, потому что в этой фазе мы будем в основном работать с файлами, с BD и всем остальным. У нас есть check, здесь у нас происходит обработка callback of set-immediate, и close callbacks, здесь у нас происходят callback на события close. И также у нас есть фаза микротаска next-tick-U, здесь выполняются у нас callback, которые сделаны в процессе next-tick, и other microtask-U, здесь у нас в основном обрабатываются промезы. Также хочу заметить то, что у нас каждая фаза имеет свою очередь, поэтому они у нас набиваются, эти задачи в своих конкретных очередях, и когда мы находимся в конкретной фазе, сначала мы выполняем очередь, которую у нас полностью, опустошаем ее, и только потом из нее выходим. Также у нас все микротаски выполняются в начале, то есть до вхождения в таймер, допустим, если мы начинаем с таймера, это первая фаза. Потом, когда мы выходим из какой-то другой фазы микротаски, мы опять выполняем микротаски. И так мы будем делать всегда, то есть когда мы не находимся в нашей макрофазе, мы находимся в микрофазе. И таким образом мы выполняем наш код. И так давайте подумаем все-таки, что же у нас будет происходить с нашим кодом. Вот мы запустили наш код, у нас Node.js стал работать, что-то он там стал у нас считывать наш файл. В общем, когда он начинает считывать наш файл, он попытается в первую очередь, само собой, это какие-то сделать синхронные операции. Понятно, что консулок это синхронная операция. И также, по ходу дела, он начнет накидывать в наш демультипрессор событий какие-то синхронные операции. Само собой, это будет у нас таймер, потом он видит immediate, потом тут возникнет такая ситуация специфическая, что у нас это все-таки асинхронная функция, в которой у нас есть promise resolve then, он у нас тоже становится у нас синхронным. Поэтому у нас выполняется callback сразу данного с куска кода, выводится у нас promise, закидывается у нас callback next-tick, после у нас идет у нас файл, чтение файла он закидывается тоже, потом у нас опять идет синхронная операция через await, у нас потом идет опять у нас next-tick, time-out и end. Отлично, мы выполнили весь наш синхронный код в главной области, теперь можно пойти и выполнять все остальное. И начнем, наш event loop начинает работу, все-таки он видит, что у него есть какая-то потенциальная задачка, и понятно, что он начало заходит у нас в наши микротаски, идет в next-tick, выполняет наши next-tick, после этого идет промезы, промезы у нас пустуют, все, у нас микротаски кончились, мы идем в макрофазы. У нас есть два таймера, отлично, выполняем два таймера, выходим из таймеров, опять идем в микротаски, выполняем их, pending callbacks, отлично, выходим тоже пусто. LPP нас вообще не интересует в рамках сегодняшнего доклада, тоже из них выходим, находимся в пол. Круто, пол можно выполнять, но у Node.js есть такая особенность, если мы находимся в пол, но у нас чек не пустует, а у нас в данной ситуации чек не пустует, то мы сейчас выйдем из пола, само собой, если мы куда-то выходим, то мы идем в микротаски, выполняем микротаски, идем в чек. В чек у нас есть задачка, мы ее исполняем. И тут, наверное, кто-то кинет в меня камень, скажет, блин, я запускал этот код у себя на компьютере и с пятого раза у меня settimeout и midi поменялись местами. И я этот камень приму и скажу, что вы будете правы, потому что на самом деле, если мы говорим про особенности нашего Node.js, это вы можете даже почитать на документации, если вас интересует более подробное объяснение. Если вы находитесь в главной области, а мы сейчас находимся в главной области нашей программы, и если у нас есть settimeout, settimeid, находящийся в этой области, и если мы запускаем на нашей машине данный код, то есть такая вероятность, в зависимости от того, как у нас сейчас исполняется, чем занимается процессор, как сейчас у нас нагружена система, у нас settimeout, settimeid могут поменяться местами. И возможно, если кто-то сейчас так и написал, то мы можем принять этот ответ тоже за верный, если, конечно, все остальное у вас корректно написано. И, конечно, эта ситуация маловероятная, особенно если мы пишем какой-нибудь все-таки production код, потому что, ну, мало кто у нас работает в главной области. Само собой, всегда все это обернуто в какие-нибудь экспрессы, fastify и все остальное. И, окей, мы в чек выполнили, идем опять в микротаски. Давайте немножечко я упрощу вам жизнь, и я просто долистаю сразу до пола. Вот, круто, теперь мы находимся в поле, и теперь мы можем его выполнять. Мы заходим в его callback, делаем наши синхронные операции, которые там есть. Опять закидываем наши три асинхронных операции. И вот тут, кстати, возникает такая особенность, что сейчас мы выполняем, само собой, нашу микротаску. Она у нас вводится на экран. И теперь мы выполняем чек. И мы выполняем setImmediate раньше, чем setTimeout. Опять это объясняется тем, что мы находимся теперь не в главной области. И у нас теперь такого вот рандомайза на пятом, шестом запуске данного кода произойти не может. И также потому, что сейчас наша фаза находится в чеке, а нигде больше. То есть она не находится в таймере. Таймеры мы еще уже прошли. И все, мы сейчас только потом к ним вернемся и уже выполним наш таймер. Но сейчас у нас на очереди у каждого наше setImmediate, поэтому мы его выполняем. Опять идем наши микротаски, опять идем в false callbacks, они пустуют. И вот только теперь мы выполним наш таймер. И наш таймер теперь выведется на экран. Круто. Сейчас мы визуально видим, что у нас задач больше нет. И как бы даже кода больше никакого нет. Это мы понимаем. Наш event loop это не понимает, поэтому он такой трудолюбивый работяга. Придется еще раз по одной итерации. И после этого спросит, что по делам. Ему скажут, что ничего больше нету, и он пьет в end. На этом event loop нашу работу закончит. И получается, что сегодня мы с вами поговорили и про модели, и про event loop. Но возникает вопрос, хоть что-то, хоть отчасти может пригодиться в жизни. Вот то, что я вот сейчас узнал. Потому что я ни разу это не применял. Мне как бы зарплату платят, повышают и все хорошо. Да, отчасти можно. Отчасти у нас был такой кейс на работе. И само собой я не могу говорить, что я делал. Но я могу сказать, что у нас было много данных. И у нас было неисчисляемый вариант конфигурации этих данных. А еще у нас было очень много факторов, которые эти данные могли как-то менять. И жакральщик раньше, когда только начинался проект, делал всякие различные операции с данными. Он делал это на Node.js. То есть пользователь хотел, основно говоря, агрегировать какую-то штуку. После этого он хотел сделать PDF report на основе этой агрегации. Либо он хотел вывести просто на экран какие-нибудь графики, либо какие-нибудь виджеты со статистикой. В общем, первое время это был Node.js и это просто убивало весь перформанс. После этого чуваки перенесли что-то в Mongo. И решили делать все это в Mongo. Какие-то дикие ребята, которые писали агрегации в Mongo. В какой-то момент это тоже заблокировало перформанс. И только потом наш заказчик сделал одну штуку, о которой я поговорю выше. Представьте себе, я не могу говорить о своем приложении, но могу сказать о приложении, которое я написал буквально недавно в Скоратове. Приложение Конь в вакууме. Приложение Конь в вакууме это отличное приложение. У него всего два endpoint. Один endpoint это просто какой-то статичный endpoint, который возвращает цитаты Доминика Торетто. Второй endpoint это какой-то дикий endpoint, который возвращает статистику. В нашем случае он будет вычислять среднюю зарплату сотрудников компании. Представьте, что у вас какой-нибудь здоровенный сет компании. Мы эти компании нагенерили через факир, почему бы и нет. И в какой-то момент наш пользователь, какой-то из пользователей, решил... Да, вот это реализация самого, такая, сходу на коленке статистики. То есть просто синхронно ходим, вычисляем среднее арифметическое зарплатки. И потом, когда все это сделаем, вводим на экран. Примерно некоторые куски кода в нашем проекте были такие. И это было безумно больно. И потому что пользователь заходил на сайт и видел вот это. Ну окей, я думаю его можно понять. Потому что все-таки он заходит на endpoint, где ему там требуют какую-то статистику. И вернуть статистика специфичная, всякие странные формулы. Его можно понять. Подожди, да. Он сам будет ждать. Потому что он знает, чего хочет. Но другой пользователь, который просто, условно говоря, хочет авторизироваться. Он не авторизируется. Да, он даже данные какие-то не получит. Константные, common. Константные данные, никакого запроса в базу данных даже нет. А он тоже ждет. Почему он ждет? Ну потому что наше приложение написано на JS. И получается сейчас некий человек заблокировал наш event loop. И там event loop ждет, пока его фаза выполнится. И только потом нам кинут ответ другому человеку. Это было дико больно. Даже помощь Monge в этом не помогла. Поэтому мы решили написать отдельный микросервис. Как мы решили? Это сделал заказчик. Мы попросили. Он написал микросервис на той технологии, которая ему была интересна. И просто дал нам определенные endpoints, чтобы мы их дергали. И теперь мы просто не занимаемся никакой ерундой. Мы теперь просто кидаем ему необходимые параметры. Необходимые какие-то поля, которые нужно нам вернуть. Что нам нужно посчитать. Какие определенные репорты сделать. И говорим. Делай. А мы выполняем другие задачи. То есть по факту мы делегируем обязанность наших вычислений уже только заказчику. И никому больше. Мы даже максимально теперь Monge по-другому перестали использовать. Теперь у нас Monge занимается только кэшированием. Она просто у нас сохраняет данные. И даже чтобы мы не шли в первую очередь на наш микросервис. Мы сначала проверяем актуальность данных каких-нибудь в Monge. А после этого идем уже, если ничего не нашли полезного, идем на микросервис. И из-за этого наш реформанс повысился. И у нас все стали счастливы. Отчасти. Отчасти тоже нет. Но это другая история. И выводы. Выводы, которые я сделал, поработав в таком вот двухмесячном, наверное, немножко полустрессе. Никогда не нагружай на JS. Потому что... Потому что тебе просто перформанс понизится и лояльность клиента упадет. Из этого возникает такой факт. Делегируй. Делегируй максимально кому можешь и кому ты доверяешь. Назовем это так. То есть если это Monge поможет, делегируй Monge. Либо там какой-нибудь другой BD. Если нужно для этого запустить отдельную ноду. Если нужно там, не знаю, отдельный какой-то использовать сервис. То постарайся это сделать. Потому что если ты это не сделаешь, опять все упадет. Перформанс и лояльность тоже. И одна нода не воин. Это как бы подытожение того, что если у вас какой-то серьезный сервис. То в какой-то момент, возможно, вам нужно будет что-то увеличивать в количестве. Потому что нода не справляется с такими задачами. И тут призы. Призы это рубрика, когда наша помощница Юлия ответила, проверила, промониторила и может огласить победителя. Но это не страшно. Это не страшно. Я вас полностью спокою. Потому что никто не делает этот вопрос, когда я его задавал людям. Это забавный момент. Поэтому вы не переживайте. Я думаю, что вы крутые. Ну, передайте спасибо за внимание. И мопси, как я обещал, он вам показал. И если вы хотите дать мне обратную связь. Допустим, когда ли сейчас мне человек из зала, что нужно скринить полностью код. Это был бы отличный мой фидбэк. АПЛОДИСМЕНТЫ Также еще одна мы пишем. Один из разных неравных,zone линьевых. Продолжение следует...